Скажите, чему равна сумма чисел 1,3,1? 2! Чему равна сумма чисел 1,2,1? 4! Сумма чисел 1,3,1? 1,4,6,4,1? 16! Кто-нибудь знает эту теномерность? Говори! Применную форму знает! Молодец! А доказатель? 2,2,4,4,5 Все время сумма умножается на 2 До 2? Двоею 4 А 4? Вот Да 8 умножить Это не доказательство Это он проверил, что для первых нескольких строчек такой закон верит Он его не доказал, а вдруг дальше будет не 32. Я, конечно, знаю, что 2 умножить на 16, 32, но вдруг дальше будет не так хорошо. Проходи, объясняй. Почему в следующей строке сумма будет обязательна 32? Надо продолжить этот раз, чтобы речь. Что значит продолжить? Мы можем в следующей строке. Нет, нет, только интересно, а для 6-й строке? Или для 5-й строке? Нет, мне кажется, ребят, смотри себя. Даже если, все, садитесь, дойдите. Есть такое общее рассуждение, общее доказательство. Есть проверка для нескольких частных простых случаев. Что вы сейчас делаете? Вы убедились, что числа 2, 4, 8, 16, ну действительно, каждая в два раза больше. Но вы не доказали, что так будет всегда. Что если вы возьмете 5-ю строчку или 6-ю, 7-ю, сейчас вы меня призываете. Напиши еще пару строчек. Это пусть совершенно никуда. Общее рассуждение не может быть проведено на вот этих вот примерах. От того, что вы увидите, даже 10-ю строчку. Но если я буду очень мелко писать, ну я не знаю, до 13-й строки, может быть, я с вами сумею написать. Очень меленько-меленько. Это вам ничего не даст. Потому что общее рассуждение вы уже можете придумать. Проблема сейчас в вас, в том, чтобы подумать, не нужна вам 7-я строчка, 8-я треугольник. Мозги вам уже, между прочим, будет в интернет выложено 2 версии кружка треугольника Паскаля. Очень советую посмотреть обе, потому что в пятницу у меня было занятие, где была та же самая тема, тоже треугольник Паскаля. Я рассказывал там немножко с другой точки зрения. Очень советую. После того, что у нас сегодня произошло, посмотрите запись того кружка, так это будет очень легко для вас. А во-вторых, многие вещи поймете. Вообще, всегда полезно и любую вещь рассматривать с разных точек зрения. Так что не удивляйтесь, что там будет казалось бы одна тема, но пора. Выписывается очередная строчка треугольника Паскаля в опыту будущего. Вот у меня здесь выписана шестая строка. Я сейчас ровно эту же строку напишу немножко по-другому. Смотрите, я здесь пишу 1. Это под единицу. А вместо шести пишу 1 плюс 5. И вас прошу делать то же самое. Вместо пятнадцати я пишу 5 плюс 10. Вместо двадцати догадайтесь что? 10 плюс 10. Вместо пятнадцати... Вместо шести... Вместо одного... Итак, один... Один плюс пять... Пять плюс десять... Десять плюс десять... Десять плюс пять... Пять плюс один... Десять плюс один... Десять плюс один... Все равно не понимаете? Все равно не понимаете? А если так... Сколько раз в эту зависть входит вот эта вот единица? Пятерка дважды, десятка дважды, другая десятка множе дважды. Каждая слагаемая входит два раза. Пусть у нас есть какая-то строчка. А, Б, С, Д, Е, Э, Ф, Ж. Представьте себе... Это совсем просто. Если были какие-то числа. И дальше по правилам прямоугольника Пасхаля у нас образуется сумма. То очевидно, что, смотрите, вот здесь вот, буква А, буква Б, буква Ц, Д, Е, Ф и Ж все встречаются по два раза. А это и означает, что сумма удвоится. Соответственно, все это хорошее состояние вызовомureежду, и здесь еще и в любовного доступа, Продолжение следует...